Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ Новости 24. В студии Патемат Гаджиева и коротко о новостях к этому часу. Электрический разряд. Найдена причина гибели краснокнижных пеликанов. Грядет экологическая катастрофа. Ученые дают неутешительные прогнозы по состоянию Каспия. Семь лет со дня присоединения Крыма к России. О том, как в Махачкале проходил фестиваль «Крымская весна» через несколько минут. Установлена причина массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане. Птицы столкнулись с незащищенными высоковольтными линиями электропередач. Версия смерти животных от голода не подтвердилась, так как у погибших в пищеводе обнаружено большое количество рыбы. Дагестанские экологи отметили, что столкновение с линиями электропередач – это распространенная причина смерти птиц во всем мире. Массовая гибель животных, слив канализационных отходов прямо в Каспийское море и отравление в купальный сезон. Ученые дают неутешительные прогнозы по состоянию Каспия. Прибрежная полоса стала походить на одну огромную свалку. Моя коллега Алина Багилова разбиралась, чем грозит загрязнение моря с точными водами. Ей слово. Этот загородный пляж давно перестал быть местом отдыха. Вода Каспийского моря буквально пропахла канализацией. На берегу появляются трупы животных и бытовые отходы. По словам экологов, такие трубы для сброса канализации могут вызвать экологическую катастрофу и нанести серьезный вред морской фауне. И такая картина по всему побережью. Из-за отсутствия очистных сооружений канализация сливается в море прямо в прибрежной зоне. Летом здесь купаются уже в том, что морской водой назвать нельзя. Из-за этого участились случаи не только гибели животных, но и многочисленные отравления в пляжный сезон. Представьте себе, что это все происходит летом. Часто прохладно. Вот эта вся канализация распространяется вдоль берега. Вдоль берега, вы знаете, купаются люди. Часто не зная об этом, о том, что здесь такое мощное загрязнение, биологическое, химическое. И, конечно же, люди заболевают, особенно дети. Наносит огромный урон, который мы не изучаем, к сожалению. В Институте экологии и устойчивого развития ДГУ провели анализ воды из Каспия. По словам инженера-химика, концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимые нормы. У нас 30-кратное приручение нитрата. Здесь 6,3 миллиграмма на литр. Допускается 0,25 всего. Ну, там где-то 25, 27, 25, 27-кратное превышение нитратного азота. Ну и фосфатов некоторое количество. Ну, эти два компонента создают питательную среду для развития различной микрофлоры. Ну, имеется в виду и болезнетворных бактерий. Для этого нужно вовремя остановить, пока оно не превысило, вернее, не погибло все живое, что там плавает. По словам профессора-географа, одна из причин загрязнения Каспийского моря – это стихийная застройка береговой полосы. Частники не беспокоятся о плановой застройке. На кадрах видно, как они просто закапывают канализационную трубу в грунт и выводят стоки напрямую в море. Вот здесь рядом медицинские учреждения. Хозяева этих медицинских учреждений были инициаторами вот этих вот проектов, вот этого всего. Ведь надо деньги тратить на то, чтобы выводить трубы как можно дальше в море. Как деньги тратить на то, чтобы создавать водоотводные сети вдоль берега, там, в сторону канализации. Состояние моря беспокоит не только специалистов-экологов. По мнению жителей прибрежных районов столицы, ситуация с морской водой с каждым годом лишь усугубляется. Здесь детьми невозможно летом, все лето канализация, вонь, ванище, рядом, вообще невозможно ходить, гулять. Все застроено, хлам, доступа ни к чему не оставили. Штоки канализационные здесь, ванище, вообще, куда народ смотрит, власть смотрит, народ молчит, власть бездействует. Эксперты, неравнодушные жители надеются, что экологической катастрофы все-таки удастся избежать. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала. Перспективы развития Махачкалы обсудили под руководством Сергея Меликова. Столица Дагестана сегодня является крупнейшим городом Северокавказского федерального округа. Его население растет с каждым годом. Только за последние 10 лет численность населения выросла практически в два раза. По мнению руководителя региона, столь резкий рост населения свидетельствует о значительном экономическом потенциале города. На встречу Сергей Меликов выразил заинтересованность в решении всех имеющихся проблем совместно с руководством города. И поручил мэру столицы не позднее 30 апреля представить план развития Махачкалы на 2021 и 2024 годы. Развитие города Махачкалы в 2021-2024 году. Это план городоначальника, где он предусматривает в том числе и разработку СТП, и разработку мастер-плана, и разработку других документов. Но параллельно с этим развитие города по тем вещам, о которых я сказал. Среди проводимой работы обозначена была и масштабная работа по строительству духовно-просветительского центра имени пророка Исы. Сергей Меликов поблагодарил муфтият Дагестана за создание такой общественной территории. Хотел бы огромное спасибо сказать, вот прям искреннее спасибо сказать муфтияту Дагестана. Вот там четко видна целенаправленная работа по осуществлению масштабной общественной территории в районе духовно-просветительского центра имени пророка Исы. Я просто уверен, что эта работа будет завершена. Ковид повлиял на рождаемость и браки. В Махачкалинском ЗАГСе подвели итоги года. Число заключенных браков в минувшем году достигло 3,5 тысяч и более тысячи разводов. Самой молодой невесте было 17 лет, а жениху 18, а самому возрастному жениху 70, невесте 65. Рождаемость в столице республики повысилась. Из почти 12 тысяч детей девочек родилось 6300, мальчиков более 5,5 тысяч. Самой молодой маме в прошлом году было 17 лет, а папе 19. В то же время одна из махачкалинок родила ребенка 47 лет, а самому возрастному папе на момент отцовства исполнилось 60. С начала года заключено 600 браков, расторгнуто 230. Большое количество у нас браков, зарегистрированных с иностранными гражданами стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Азербайджан, Армения, Грузия. Также есть у нас пары, зарегистрировавшие брак с женихом из Бразилии и Марокко. Экстремизму и террору нет. В Дагестанском государственном педагогическом университете прошла встреча со студентами. В качестве эксперта выступили представители власти, общественники и религиозные деятели. В ходе беседы говорили о причинах участия молодежи, преступных группировках, а также о методах воздействия на них. Мы сегодня создаем площадку, где студенты могут, общаясь с экспертами, с указанных ведомств, задавать вопросы, получать ответы, получить контакты в итоге, чтобы в случае возникновения каких-то сомнительных, так скажем, тревожных моментов знали, куда могли обратиться. Подобные мероприятия, по словам организаторов, проводят регулярно во всех учебных заведениях республики. В Дервенце состоялся презентационный тур для руководителей туристических фирм и агентств со всего Северо-Кавказского федерального округа. В состав группы вошли туроператоры из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, с Москвы, Махачкалы, Ингушетии и Пятигорска. Мероприятие организовано Центром развития и туризма города Дервен. В программу тура вошли посещение крепости Нарын-Кала, экскурсия о помогальной части города, поездка на территорию, размещение ракетного икроплана «Лунь» и прогулка по набережной. В программу входит презентация Навруза в Центре развития туризма и посещение Корхляр-Капы, где все эти мероприятия будут развернуты более масштабно и показаны обряды, обычаи, культура, традиции этого праздника воочию. Концертная программа предусмотрена, театральные выступления, разжигание ритуальных костров, чайные майданы и, конечно же, раздача нашего национального сладкого плова. Дербенский платан занял третье место на конкурсе «Европейское дерево 2021». За него было отдано более 66 тысяч голосов. На первом месте – тысячелетний дуб лисины из Испании, второй – у платана из Италии. В октябре прошлого года платан в Дербенте стал победителем этого конкурса. Его возраст оценивается специалистами в 284 года. Высота дерева составляет 35 метров. В Махачкале прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятие было организовано в рамках празднования 7 лет со дня присоединения Крыма к России. Фестиваль включал в себя литературные, художественные и кулинарные программы. К празднованию присоединились и махачкалинские рестораны. Они приготовили для гостей сарму, пахлаву, чак-чак и другие блюда «Крымской кухни». Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом в своем твиттер сообщил президент UFC Дейна Уайт. Российский боец поблагодарил его за возможность проявить себя. Напомним, что в феврале Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять карьеру. Однако глава UFC объявил, что шанс на возвращение Нурмагомедова все еще есть. За свою карьеру Хабиб провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения. Победа в родных стенах. Футбольный клуб Хасавюрт выиграл открытый футбольный турнир на призы советника главы республики Сайгид Паши Умаханова. Помимо дагестанских команд, в спор за кубки, медали и денежные премии вступали коллективы из соседних республик. В решающие встречи хозяева со счетом 2-0 одолели клуб Тинек из Чеченской республики. Как отмечают организаторы, несмотря на бескомпромиссную борьбу на поле, турнир призван стать праздником дружбы и единения. Лучшим игроком соревнований призван форвард Магомед Ханакайев. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.